Завтра ГАИ завершает принимать предложение об изменениях в правила дорожного движения. В течение двух недель дорожная милиция через портал форум Правобай рассматривала предложения белорусов по усовершенствованию Дорожного кодекса страны. В данный момент обсуждение насчитывает полторы сотни страниц. Современная редакция правил дорожного движения вне закона оставила моноколеса, гироскутеры и другие новинки современного мира, что предлагают активисты, эксперты и на что обратят внимание в ГАИ. Мнение выслушал Владимир Королев. По правилам дорожного движения тротуар предназначен только для пешеходов и велосипедистов. Одной формулировкой, которая устарела в 21 веке, гироскутеры и моноколеса стали вне закона. Кататься на них по тротуару запрещено, но насколько безопасно таким транспортным средствам ездить по дорогам общего пользования. На данный момент моноколесо вне закона у нас и во всех сопредельных государствах. И у нас в Беларуси первыми начали осматривать вопрос и вносить изменения ПДД. Новые правила дорожного движения обязательно будут учитывать это. Однако нюансы все же есть. К пешеходу приравняли лицо, которое передвигается на электродвигатели, скорость которого не превышает 25 км в час. Если гироскутеры подпадают под это описание, то моноколеса нет. Владельцы таких аппаратов предлагают снять подобные ограничения. Если автомобиль может ездить 250 км в час, это не значит, что водитель по городу будет лихачить. Точно так же и моноколесо. Мощность позволяет подниматься на горку, но мало кто осмелится мчаться на нем. Подобная ситуация и с электровелосипедами. Сейчас электровелосипед становится мопедом. Если его мощность более 250 ватт, тут явно не хватает еще отсечки по скорости. То есть мощность может быть выше, но если скорость ограничена 25, это должен быть велосипед. Это чревато тем, что все существующие электровелосипеды приравняют к мопедам. Значит, предложат людям надевать мотошлемы, выходить, ехать с ними на проезжей части. В ГАИ обещают, что в новой редакции правил дорожного движения будет больше конкретики, а формулировки станут точнее. Это поможет избежать двоякой трактовки. Конфликт левого поворота. То есть, допустим, что является окончанием маневра, а что является непропуском встречного. Опять-таки, те же самые пешеходные переходы. То есть человек стоит прямо у обочины, его пропускать, ждать, когда он соизволит пройти, или непосредственно проехать и заплатить штраф стоящему дальше инспектору. То есть, соответственно, очень много расплывчатых формулировок, которые стоило бы конкретизировать. Будут корректированные положения, связанные с выносимыми изменениями в определении регулировщик. Определенные изменения коснутся и так называемым правилом двух полос в части более точного разъяснения положения. Ожидается, что в новых ПДД мотоциклистов начнут штрафовать за поездку на одном колесе на дороге общего пользования. Многие просят также наказывать тех, кто шумно ездит по улицам ночного города. Сначала выдавать какие-то предписания людям на устроение, и уже, если человек это предписание не соблел или изменил, вот только после этого, чтобы наступала полноценная ответственность за нарушение. На протяжении двух недель белорусы оставляли свои предпочтения на портале форум право.бай. Впрочем, точной даты, когда появятся изменения в ПДД, пока нет. Общественные обсуждения завершаются завтра, после госавтоинспекции начнет изучать предложения граждан. Дорожные милиции обещают, что наиболее ценные советы отразятся в новом издании правил дорожного движения. Владимир Королев и Николай Лошкевич. Зона Икс.